игорь еще вопросы во первых в этом году засвела дала зависит плоду ура обратил внимание что большая часть оказалось повязать черечком том числе что уже маленькие зайцы черными дырочками а некоторые вовсе съедены до основания плодоножки помогите советов что делать ой это чуть не единственный случай 100 когда из 1000 которые не могу ничем помочь дело в том что есть у слива недостаток только держите за стулья ладно я скажу не слишком вкусные полностью от этой беды не убережешься ну давайте садить и побольше чтобы всем хватило у меня принцип один накормить тлю накормить всех жуков пауков этих самых плодожорку накормить чтобы плодожорка нажралась а все равно мне больше досталось ну ничего я не знаю есть второй вариант прыскать 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 конечно это чертова зараза умрет ну и вы умрете раньше чем вам положено допустим 100 лет положено а вы умрете 50 или 70 только потому что всю жизнь сад прыскали вот не верьте этим всем кто говорит надо чуть ли не каждый месяц прыскать прыскать им надо продать вам эту сволочь надо продать ядохимикаты а мы еще не знаете что такое респиратор а вы еще не знаете что такое полностью защитить тело от этого самого хотя бы хотя бы одеждой плотной вот ой что там говорить пойдем дальше извините за такой ответ что еще бы двуковой опыт землеройка у меня такого опыта нет они хищные но сильно подкатывает корни подкатывает подрывает или подгрызает да можно я не знаю что сказать может быть там ниже кто-то что-то напишет или мне напишут отдельно а я на следующий вебинаре расскажу по 17 тыс сказал путин ладно политику проехали вот доброе весело река сирвиз в прошлом году у сергея покупал саженец квинти в этом году пошли расцветчики на подбое надо их обрезать на пенёк знаете если у сергея саженец и у него ветки я показывал не раз многие присылают свои эти фотографии как саженцы сергея у них растут если они очень низко а прививка всегда у земли если очень низко расположены то надо бы даже еще раньше обрезать или обломить вот эти веточки подвой почему потому что там внизу оккультуренная сибирка под этим не ниже прививки вот она принципе не нужна потому что это тебе не абрикос не персики не слива она не даст вкусные плоды мы надеемся как косточкам мы надеемся что подвой поскромнее по плодам а вдруг качество привая передать передадутся вот так вот сверху вниз в данном случае лучше бы раньше уже рамки будут вот если там бывает как вот даже я не разговариваете у меня саженец у меня в саду растет а скелет аж на метр они же голы оно само так хоть и привитый у земли само так получилось вот тут может быть веточки бы оставить чтобы корни кормить родичка а если он нормально отнизу развит не как эти самые на усилиями никто еще бы вспомнит отрезать ветки до высоты полметра метра идем дальше как мог ответить надежда мариева очень добрый вечер а вы не можете подсказать какие виды абрикосов косточек вы положили в ассорти номер два чтоб не приблизительно знать что у меня может вырасти из ваших костиков зашло три штучки и бесполезно сети номер два это потомки манджурца я вам смотрите у меня есть кино она вот здесь ходить вот так 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 все изговор franco вот тут берем вот здесь вот подписывайтесь и вас тут нет по ваша колода без deverства делаем то у что flush вот примерно выйти слайды красивая музыка все тут есть И вот здесь вот примерно В первом десятке может быть У меня есть подходящее кино От елки Нет, я сейчас уже не вспомню А может быть первой двадцатке А я не туда вернулся Вот сюда Дело в чем Косточки Номер один Когда этот самый Это смесь Я брал А эти мелкие Но разные Это как раз Или еще не разместил Да нет же разместил Там называется Манчжурские абрикосы И там как раз Ну-ка, ну-ка А нет, надо вернуться Урожай Реквием Урожай О, вот смотрите Манчжурские абрикосы уже в Сибири Я сюда нажимаю Но смотреть нельзя Потому что это Вот Сейчас, сейчас, сейчас Вот сейчас вы увидите Я вот так вот листать буду Смотрите Вот Вот это Сниму косточки Смотрите дальше Я отвечаю на ваш вопрос Фильм потом посмотрите Спасибо Это самое Милая сестренка моя Лилия Рожева Вы мне Этот фильм вы сделали Вот сюда смотрим Так Не, не сюда Сейчас, сейчас, сейчас И сюда Вот сюда смотрим Да Вот Вот Таких вот Это Общественная Манчжурская абрикоса Есть покрупнее Есть послаще И Угадать Я вам говорю С каких брали Так А дальше У вас будет Совсем другое Я же не знаю Целый фильм Целый этот Весь я сегодня Рассказывал Я надеюсь Вы поняли У вас Они все гибридные У вас все равно Будет что-то другое Вот Неизвестное Дальше Пойдем Так Ладно Ну Извинения Шоссор Поздний Филиппио Принимается Ольга Тюмень Когда И можно ли Пересаживать Груши На постоянное Место Зашли Семьи шоссворот Наряда Ефимов Сейчас Здесь Когда До осени Не трогать Или Надо Привать На Уссурийскую Грушу Нет Дело В том Что Вы понимаете В чем дело С них Неизвестно Что вырастет Привать Надо С моих Веток Взяли Снарядная Фимова Так у вас Получится Красивейшая Золотая Медаль На выставке На Парижу Вот Вот это будет А извините Если у вас Семечки Сварога Или Нарядная Фимова А если Она пойдет Уссурийскую Грушу В дикаря А Сварог Он и так Наполовину С дикой Уссурийской Груши Это же Гибрид Так Какой-то Иностранный Сорт Плюс Уссурийская Груша Ну Получился Приличный Сорт А вы Сейчас Возьмете Да Уссурийскую Грушу Он вообще Еще Детей Будет Это Потерянное Время Заказывайте Черенки Не жалейте Денег Не жалейте Сил И прививайте Настоящие Свароги Настоящую Нарядную Фимову А эти Свободное Плавание Вырастет Заплодоносит А там Будете Решать Ведь Тот же Свароги Тот же Нарядная Фимов В свою Осередь Имеет Супруга А если Рядом Растет Вот такая Вот Груша Кстати Рядом С ней Растет Лесной Красавица У нее плоды До 500 Грамм Представляете Лесной Красавица Может Получиться Вполне Приличный Сварг А может Новый Сварг У вас Получится Теперь Дальше Читаю Как Они Собственно Могут Расти И Плод Носить Вся Надежда На То Что Ваши Культурные Семечки Культурные Сварога И Народная Фимова Уже Нахватались До того Они же Были С привитых Деревых Нахватались До того Гена Уссурийской Груши То есть Они не нуждаются В том Чтобы их Теперь Садить Снова На Подвой Я был бы Не прав Но Знаете По всей России Никто Не жалуется Что умирает Хоть Семечек Хоть Скости Хоть Саженцы Нигде Не умирают Железовки Вот Есть шанс А дальше Вы расскажете Замерзли Или нет Так Ну дальше Нас еще Поправили Ладно Неужели Надо писать Раздельно Корни Собственные Ой Меня уже Не переделать Да Серега Есть идея Развести Ореховый Сад Ореховый Морозы До 40 Это где-то У вас В Ленской области Да это раз В сто лет Каких сортов Начать Начните Вы Только одну фамилию Знаю С кем Дружу И Кого Уважаю Васин Наберите Орехоплодные Васин Все Что он Предложит Теме Занимайтесь Но Я скажу Орехи Все равно Капризная Весь Я в свое время Обжегся Как Реклама Есть реклама Трех мест Выписал Орехи Простил Заберзи Самый Дольше Пять лет Продержался Потом Давай Спрашивать У других Я тогда был Научок Зеленый А есть опытные Люди Так Константинович Это Самое Вот У него Посреди Города Миллионника Сад Он Со всех Сторон Греет Девятажные Дома Вот У него И пожалуйста Плодносят А вы Выйди За город И они Все его Абрикосы Не абрикосы А грецкие Орехи Все они Замерзают Заниматься Орехами Мазурскими Я продаю Костки Саранцы Таня Продает Невеска Но дело То в том Что Они Обладают Лечебными Свойствами Так Я убедился Что они Совершенно Не Угнетают Никакие Плодовые Деревья 2 Вот И мне Почему-то Кажется Это Расы Прореха Плодны Кто-то Когда-то Сделает Открытие Пока Это Только Догадка Даже Не Надо Будет Благодарить Тому Меня Просто Взять И Сделать Нужно Вырастить 20 30 40 50 Рощи Из Орехов Которые Мы Назов Никто Никто Из Нас Не Жил В Саду Где Они Растут Лесом Где Они Растут Рощи Сквером Никто Никогда А вот Взять и Догадаться Если Все Что У Него Есть Это Такое Личебное Плоть До Ауры Плоть До Этих Самых До Запаха До Фитонцидов Плоть До Все Что Дают Плоды Все Что Дает Кожура Плодов Ценнейшая Все Что Они Дают Даже Мякоть У них Там Только Жир Это Раза Больше Чем Грес И Вот Там Развестеть Ну Что Это Вроде Санатория Поставить Кровати Я Уверен Что Вот Все Это Аура Вот Это Как Мое Открытие Просто Предложение Вот Это Вот Все Должен Санаторий И Вот Люди Там Поживут И Вот Те Болезни Врач Возьмите От Чего Лечит Эти Составные Части Мальдерского Леха Дикаря Но Ценнейшего Все Это Может Лечить Только Находясь Там Где-то На Лежанке Или Кресте Под Этим Самым Дерем Кто Начнет Может Вы А Екатерина Он Не Боится Минус 40 А Грецкий Рех У вас До 40 Выберзет Не В Один Год Может Заплоднуть Потом Все Выберзет Минус Уберзет